Светодиодные лампы Алексей, вашей компании около 16 лет, у нее более 40 патентов. Почему производство светодиодов стало для вас серьезным бизнесом только в последние годы? Мы практически в течение 10 лет вели наработки и исследования. Результат мы получили немножко в другом сегменте. Это были инфракрасные светодиоды, и там была разработана целая линейка продукции, которая сегодня занимает треть российского рынка. А в отношении мощных белых светодиодов для освещения, основные успехи были достигнуты все-таки уже в середине 2000-х годов. И примерно 7 лет назад мы начали реализацию первых пилотных проектов. Как все начиналось? Вообще сложно было убедить инвесторов, что лампочки принесут большие деньги? Очень сложно. Никто в это не верил. Потому что это типичная новая технология, доказать применимость которой можно только на практике. И при этом инвесторам нужно доказать это деньгами. А деньги не любят большого количества предположений. А любые инновации – это все-таки предположение, все-таки риск. В инновациях люди должны быть увлечены для того, чтобы этот бизнес шел. Вот нам повезло, и у нас основу компании изначально составляли ученые, которые вели эту тематику еще с советских времен. И они не просто были увлечены, они знали, что они делают. Поэтому, когда мы начали получать коммерческие результаты, у нас была дорожная карта на ближайшие 15 лет. Вы, по сути, пытаетесь убедить своих покупателей, что светодиоды – это сложный, высокотехнологичный прибор. Конечно, современные светильники отличаются от классических лампочек и лича. Ну и сравнивать их, ну, к примеру, с такими приборами, как планшеты, наверное, не совсем корректно. Ну, почему? По сути, лампочка сегодня светодиодная – это микроэлектронный прибор. Такой же, как радиоприемник, как проигрыватель или планшет. Она, может быть, не содержит такого количества микроэлементов, как в планшете, но, по сути, своей она аналогична. Причем сегодня развитие этих технологий идет в том же самом направлении. То есть в направлении миниатюризации всех электронных компонентов и автоматизации процесса. Он изменился за последние 7 лет? Принципиально. Сегодня это, в принципе, другие светильники. Более того, хочу сказать, что мы свой ассортиментный ряд за последние 2 года полностью поменяли. Мы гарантируем по светодиодам, по светодиодным модулям, 100 тысяч часов. При этом, в отличие от всех других видов ламп, на светодиоды не влияет количество включения и выключения. Это принципиально. В режиме использования 8-9 часов в сутки, в среднем в году, это все-таки 15 лет где-то. Около 25% мирового рынка приходится на долю светодиодов. Согласно прогнозам, к 2016 году эта цифра увеличится до 40. В России светодиоды занимают лишь 5% от рынка освещения. Лидерами среди стран-производителей светодиодной продукции являются Япония, США, Тайвань, Китай, Германия и Южная Корея. 10 крупнейших компаний контролируют около 70% рынка. Объемы российских фирм заметно скромнее. Впрочем, светодиоды из нашей страны уже экспортируются в Финляндию и прибалтийские страны. Объем рынка светодиодных лампочек в России 12 миллиардов рублей. Ваша выручка, если я не ошибаюсь, 2 миллиарда рублей. То есть получается, что одна шестая доля рынка ваша? Грубо говоря, каждый шестой светодиодный ватт наш. Это правда. А вот для сравнения, объем рынка светодиодов 12 миллиардов, а всех энергосберегающих? Не назову сейчас цифру, но светодиоды на сегодняшний момент составляют всего 5% от всего рынка освещения. Но хочу сказать, что 4 года назад эта доля оценилась меньше 1%. А ваши конкуренты российские компании? Наши конкуренты в первую очередь – это компании зарубежные. К сожалению, сегодняшний рынок светодиодного освещения в России растет за счет ввоза низкокачественной продукции из Китая. Если компания представляет низкую цену, у нее все шансы победить. Если она через год закроется, и завтра на следующий конкурс выйдет, ну, по сути, те же самые люди, но под вывеской другой компании, их никак нельзя связать с предыдущим конкурсом. Даже если там светильники начнут выходить из строя через полгода. А ваши конкуренты в основном везут комплектующие из Азии? У нас есть три группы конкурентов. Первые – это те, кто честно пытается конструировать и собирать светильники здесь, в России. Таких компаний немного – около 10. А вторая основная группа – это те, кто производит отверточную сборку. Их несколько сотен. И третья группа – это те, кто даже этим не удосуживаются, привозят из Китая, или пишут «произведено в КНР», или переклеивают бирочку и пишут, что якобы произведено в России. Таких много? И таких – 2500. Светодиодное освещение, кроме того, что оно энергоэффективно, оно экологично. В принципе, у нас на склад продукции делается в нескольких цветовых температурах, поскольку кому-то нравится тёплый, кому-то нравится более холодный спектр. Но в любом случае мы в этом плане очень гибкие. Кто ваши покупатели? Это какие-то крупные госструктуры или это обычные граждане? Нет, в первую очередь это коммерческие, промышленные, средние и крупные предприятия. Те, кто умеют считать деньги, те, кто могут оценить качество продукта и знают, что им нужно. Мы больше половины продукции реализуем через систему дистрибьюции. Это для нас в чистом виде рынок. Более того, в большинстве случаев мы даже не знаем, куда идёт эта продукция. То есть мы понимаем сегмент, но кто конкретный покупатель, не знает. На трассах в вашей лампочке? Ну, достаточно много трасс, где наши светильники. Более того, есть целые города, которые освещены нашими светильниками. Знаю, что вы Питер хотите осветить. Очень хотим. Более того, есть успешный проект. Вот мы недавно осветили Светлановский проспект. И при этом, помимо экономии электроэнергии, мы получили абсолютно ровную засветку дороги, что принципиально важно для водителей. Мы сегодня собираем статистику по Светлановскому проспекту от ГИБДД. Но предварительно они уже говорят, что количество аварий на этом участке снизилось в разы. А у вас дома какие лампочки стоят? У меня дома стоят лампочки разных производителей, но у меня стоят светодиодные. В большинстве своем наши, но тем не менее, я дома экспериментирую с разными лампами, в том числе и много конкурентов наших. Сколько вложено всего в проект? Всего вложено порядка миллиарда, миллиарда двести. Поскольку тут инвестиции сложные и не всегда денежные были. Но суммарно чуть больше миллиарда рублей. Проект себя окупил уже? Проект себя окупил. Компания устойчиво показывает прибыль в течение последних трех лет. Бизнес на сегодняшний момент не высоко рентабельный. То есть сегодня маржа, в общем-то, такая же, как и у любого серийного производства. Она находится в пределах 20-25%. Специалисты компании разработали очень быстро световую схему. Это такое специальное использование теплых и холодных тонов. Таким образом, чтобы сама фактура ткани, чтобы она читалась, чтобы очень хорошо были видны волокна. Поэтому свет использован в теплых и холодных тонах и так вот рассчитан. А нет желания выйти на международный рынок? Либо есть желание, нет возможностей? Либо есть и то, и другое. Мы активно выходим сегодня на зарубежный рынок. И более того, ситуация с курсом рубля очень этому способствует. Мы активно поставляем в близлежащие страны, причем это не только страны СНГ в широком понимании этого слова, включая Прибалтику, но и в страны классического Европейского Союза. Там, к сожалению, мы сегодня в силу политики вынуждены кооперироваться с сборщиками из европейских стран, поставляя туда комплекты светильников с тем, чтобы сборка происходила на территории ЕС. Они продают под нашей маркой новый продукт, произведенный в ЕС. Вам это выгодно? Нам это все равно выгодно, потому что мы получаем для нашего бренда рынок. И рынок этот каждый год растет. Есть рынки более конкурентные, но менее затратные. Ну, например, вот рынок арабских стран. Там мы конкурируем с Китаем, и у них есть понимание того, что из России приходит более качественный продукт, чем из Китая. И здесь даже при чуть более высокой цене, чем из Китая, мы вполне уверенно себя чувствуем. Сложно переоценить воздействие этого проекта на экономику России. Более высокий срок использования этих светильников приведет к изменению многих факторов. Повышение производительности труда здесь и прямая экономия электроэнергии. Это около 50 миллиардов киловатт-часов при полномасштабном использовании проекта. Один из ключевых рисков – это цена. Это цена на эту инновационную продукцию. Она в 2-3 раза выше, чем пока используемая технология. Да, производители в Китае, Юго-Восточной Азии могут сделать что-то дешевле. Но здесь ключевой момент в реализации именно инновационной составляющей этого проекта – это близость к потребителю, ставка на хорошее качество, и проект будет успешен именно в этой части. Продолжение следует...